И в продолжении темы воспитания и гармоничного развития детей. Более 66 тысяч детей Тверской области в этом году в период каникул отдохнули в летних лагерях. В региональном правительстве подвели итоги летней оздоровительной кампании, а губернатор озвучил новые задачи на следующий год. Тем продолжит Наталья Чекет. В этом году отдых детей прошел в 636 организациях, в их числе лагеря дневного пребывания, труда и отдыха, стационарный и палаточный. Популярными стали мероприятия на природе, походы, слеты и экскурсии по туристическим маршрутам. Для ребят в детских лагерях прошла тематическая региональная смена «Страна патриотов». А одна из региональных программ рекомендована для участия во всероссийском конкурсе программ методических разработок. Хочется отметить программу Тверской области «Перезагрузка содержания». Это региональная программа, которой могут воспользоваться все организации отдыха детей и их оздоровления. В рамках программы разработаны отдельные модули, которые могут также быть включены в программу воспитания, организации отдыха детей и их оздоровления. Там учтены не только возрастные особенности детей, а основным акцентом этой программы является то, чтобы заинтересовать ребенка. На заседании названы приоритеты оздоровительной кампании 2023 года. Игорь Руденя поставил задачу по организации в детских лагерях интересных и содержательных событий, в том числе патриотической направленности. Существенно вырос процент участия детей в общественных и значимых социальных мероприятиях, которые проходят во время летней оздоровительной кампании. Было очень много посещений художественных программ, спортсменов, общественных деятелей. Во всех муниципалитетах Тверской области этим летом действовало 108 лагерей труда и отдыха. Их участниками стали 2068 ребят. Они были задействованы в отраслях строительства, транспорта, туризма и лесного хозяйства. Также летом в регионе была продолжена реализация программы трудовой занятости подростков. Более 7,5 тысяч ребят получили трудовой опыт. Важно, что во время летней практики трудовой, во время летнего трудоустройства, дети уже могут выбрать себе ту профессию, которая им больше нравится. У нас выросла средняя продолжительность работы ребятишек, участие в соответствии с законодательством, у них есть ограничения по времени. И второе, выросла сумма заработанных денег, мы это видим уже из уплаченных первых НДФЛ. Со следующего года начнут действовать нововведения по временному трудоустройству подростков. Так, заявление в Центр занятости подросток, независимо от места жительства или места пребывания, будет подавать через единую платформу «Работа в России». Продолжение следует...